Миленький, ты только бабушке ничего не говори, она и так из-за Ванечки переживает. Ладно, только прогоняй её побыстрее. Чую, неладная. О, а я пока пойду соседке Мурки мышью вернусь. Ой, отдам, отдам! Что-то про неё в воздухе запасло. Меня веньками взяпает. Про хвост ты режи, вот ты кто. Ушёл? Ушёл. Выходи, ты уходи поскорее, а то бабушка в другую минуту может вернуться. А про какого это? Ты Ваню ему говорила? Уж не про тому, или у которого мы с тобой стучили? И не ему ли ты тут рубашечку вышиваешь? Не лезь не в своё дело. Влюбилась, мальчишка, влюбилась, я про тебя лесу расскажу. Пусти. Фигучка, открой. Чтобы ты про меня в лесу всякие глупости волкала, не пущу. Пусти, снег хозяйки попадёт. Ладно, уходи, фигучка, и не приходи ко мне больше. Я теперь человек, и в лес не вернусь. Мне ты что, живи как хочешь? Тели-тили тесто, жених и невеста. О ком ты там, тели-тили тесто? О тебе с Муркой, вот о ком. Ой, ну, знающик. Мяу. Ой, а вот и я. Бабушка. Ой, всех соседок обошла. Наговорилась со всеми в сласть. Не бронишь ли меня ещё, а, Аннушка? За что ж это, бабушка? Ну как? Обещала на полчасика. Да ушла она целый день. Ой, а Ванечка так и не появлялся. Ой, забыл про нас совсем, Ванечка наш. Мяу. О, а давайте ему письмо зачеркнём. Пока почтальон, шубку изменишь, не сиди, да? Котофеич, не видишь карандашик с листиком, а? Ай, мяу. Сейчас, что вы без меня делали-то? Сейчас займём. Мяу. Карандашик. Мяу. Прошу. И листик. Да, молодец. Мяу. Так, ну пишем. Здравствуй, Ванечка. Мяу. Ты где? Мяу. Почему не приезжаешь? Мяу. Хорошо? И так, подпись. Ваня! Иванич, у тебя обязательно приезжай. Ну только не приезжай. Принесла сын. Нет тех травок, что надо. Ой, а сказала мне одна старушка знающая, что есть такая травка, все болезни одолевает. Вот только водится она в таких краях, куда нам, обычным людям, нипочём не дойти. Да травку это не узнать. Ну конечно, это травка, баба. Одолим трава. Все болезни одолевает. Нет! Одолим травам. Нет! Да! Ни за что! Обязательно! Ну не, Алла. Что-то не пойму я вас. А такая травка есть, да. Я про неё с молоку слыхала. Эх, вот только вот видеть не довелось. Ну ладно. Пойду хоть Митку Липова возьму для Вани. Ну что ж, и мне пора, колка. Аннушка, не уходи ты в лес. Ты что, забыла, что с тобой будет, если ты вернёшься туда? Я осторожно. Да они приотят тебя в корягу и брусят нам 200 лет в болото, когда бабушку потеряют и тебя, и Ваню. Стопей, говорю же, осторожно я. Это ты просто глупая девчонка. Ты старый трусливый кот. Ой, мяу. Аннушка, ну как же плохо, мы прощаемся. Давай помиримся. Давай. Милый мой котик, слабый мой котик, я научилась любить вас всех. Мне было весело с вами работать. Но оказывается, этого всего мало, чтобы стать человеком. Прощай, Катерфей Иванович. Зачем прощай, Аннушка? До свидания. Когда же тебя ждать? Ну, если всё будет хорошо, то утро вернёмся. До свидания, Аннушка. Пока. Ой, мяу. Как страшно так. Что это сколько зверей-то, Аннушка? Оно только стало человеком. Мне там столько зверей. Страшно, ужасно, да, ребята? Кто в лесу живёт? Медведь. 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 А они какие? Большие, маленькие? Медведь. Ой, как же там, Аннушка-то с ними, а? Она что-то? Там королева есть. Кто? Королева. Да, 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 вот я и говорил, я и говорил. Королева, да. Королева, да. Медведь, существенные международные. Ой, скорую зубу, да. Я, знаете, я вот не боюсь, я побегу за ней. Да, я побегу за ней и спасу её. Нет. Аплодисменты. Аплодисменты. Здравствуй, хихикалка. Не пугайся, это я. Правда, меня теперь по-другому зовут. Аньчутка, что ты теперь делаешь? Разве забыла, что тебе в лесу запрещено появляться? Забыла? Да помню, помню, хихикалка. Говорю же, беда у меня. Нужно мне долин травы домой принести. Сейчас сот часу не легче. Мало того, что ты в лес явилась, ты еще долин травы хочешь нажмать? Да знаешь ли ты, что ее нельзя из леса выносить? Я знаю, я знаю. Но если я не принесу домой долин травы, то мне легче самой в болото кинуться, чем видеть, как Ваня умирает. И не страшно тебе ради какого-то там мальчишки? Очень страшно. Но еще страшнее, если Ваня умрет. Скажи, пожалуйста, где найти одолеть траву? Да, если кто узнает. Ваня, беги к луному болоту. Я сейчас там много. Спасибо тебе, хихикалка. Побегу. Что там у меня? Моя голова закружилась. О, хихикалка, ты здесь никого не видела? Чего ты пугать-то? Не видишь, я отдыхаю? Отдыхай себе на здоровье. Я тебя справлю. Ты здесь никого не видела. А кого тебе надо? Анчунка, говорят, в лесу появилась. Да глупости. Да кто это болтает, не знаю. А знаешь, какой мне срок припился рассказать? Да некогда мне твои сны слушать. Ах, некогда. Ну попросишь, попросишь еще. Да ведь правда же некогда. Я потом приду и... Потом я запутал. Да мне рассказать интересно, пока что он свеженький. Да ведь правда же некогда. Точно была. Чем-то она тут топтался. Вроде мешики, киморы. Хихикалка тут была? Точно. Анчутка почему пахнет? А я почему знаю? А зачем она тебе? Как зачем? Это из-за нее у меня тогда хвостом лез. Так что ж, хуже стало. Был не весь с кем. Каким-то махнатиком. А теперь, теперь настоящий, подстенный медведь. Разве не так? Ну так. Да что ж тебе за ней гоняться-то? Она тебе хорошее сделала. А ты ей плохое хочешь? А ловить интересно. Спасибо тебе, хихикалка. Нашла. Побегу домой. Беги, беги скорее. Некогда обниматься. Махнати все чувствуют. Беги. Спасибо. Никого нет и пахнет одними лягушками. Они все нашли след и побежали вон туда. Куда? Да, вон туда. А на Кудыкину гору врать помидоры. Ну и путь. А я сюда пойду. Здесь синей пахнет. Ну иди. Вот она, держите меня. Что там происходит? Сейчас мы ее в болото бросим на 200 лет. Не имейте права, хозяйка, хозяйка. Крэпс, брэпс, трагигент. Здравствуйте, мои любезные. Приятного аппетита, хозяйка. Ну-ка, ну-ка. Нашли анчутку? Подойди сюда, моя милая. Что ж, с человеческой точки зрения ты стала очень даже ничего. А вот с лесной хихиколка, как ты ее находишь? Ох, уродина, уродина. А разве это нос? А уши даже поклопать нечем. И хвостика никакого нет. Ну, допустим, она и раньше безхвостая была. Итак, в чем дело? Хозяйка, это я тебя позвала. Это все она! Она! Тихо, тихо. Итак, хихиколка, ты позвала меня, чтобы о чем-то попросить? Да, хозяйка. Отпустите ее, с одолеть травой отпусти. Дерзкая просьба. Однако наш лесной закон прост. Безнаказанно одолеть траву. Из леса выносить нельзя. Если она унесет траву, то кто-то должен будет лечь в болото вместо нее. Так бросьте меня, а ее отпустите! Анчутка, а тебе еще нравится, что кто-то будет лежать в мокром и грязном болоте вместо тебя? Нет, хозяйка, мне это совсем не нравится. Лучше бросьте меня хоть на тысячу лет. А хотите, совсем сожгите, как полено. Только пускай кто-нибудь отнесет одолеть траву в ванне. Однако ты дерзка. Вздумала со мной торговаться? Да я и так могу сделать с тобой все, что пожелаю. Ну ладно, раз сама напрашиваешься на такую кару. Хотя тысячи лет — это многовато. Мы положим тебя в болото на двести лет. На сто за то, что ты нарушила закон и вернулась в лес. А еще на сто за похищение травы. Вот только кто же ее отнесет? Мяу! С вашего позволения я могу отнести. Кот! Как ты тут оказался? А что, нам к этому поясу гулять не запрещено. Наши предки жили здесь. Не запрещено, но и не разрешено. Так что каждый гуляет на свой страх и риск. Ну ладно, я сегодня добрая. Бери траву и катись отсюда по добру, по здорову. Ну говорил же я тебе, Аннуша. Все хорошо, кот. Планясь и ванне, и ваннуши. Да чего уж хорошего-то? Эй, взболтались! А ну, брысь! Я догадываю! Не надо, не отвлекайтесь. Итак, Анчутка, мы превратим тебя в корягу. Все в круг. Подуйте на нее! Крэкс, прэкс, трик и кекс, стань корягой! Стань корягой! У нас ничего не получится! Настало человека! 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 Человека!